В молодёжном центре Аксис проводятся различные мероприятия, направленные на активизацию молодёжи. Одним из проектов, реализуемых в центре, является обучение женщин предпринимательству. Курсы дают возможность начать или продвигать малый бизнес, а также развивать востребованные и актуальные на рынке труда навыки. Мы учим базово предпринимательские навыки, мы расскажем, что такое бизнес, что такое предприниматель, как открыть фирму, где искать финансирование. Второй этап – это продвижение своего бизнеса в соцсетях, то есть мы рассказываем, как работают соцсети, мы рассказываем и показываем, как запустить свою рекламу. Они пробуют, они реально запускают свою первую рекламу в соцсетях для своего продукта, даже если его нет, то мы придумываем им бренд, запускаем его, чтобы они, главное, научились, приобрели навыки. И третье – мы разрабатываем с ними бесплатный веб-сайт, то есть за пару часов очень простой одностраничный веб-сайт, мы их учим, как это делать. Одной из участниц, которая прошла обучение по цифровой грамотности, является студентка Камрадского колледжа Владлена Журавель. Девушка всерьез планирует заняться предпринимательством после окончания учебы. Как и многие из участниц, она хочет превратить свое хобби в прибыль. Для меня предпринимательство, можно сказать, что это возможность самореализации себя в своем хобби и возможность именно сделать из своего хобби работу и построить на нем карьеру. Я действительно научилась, как правильно можно вести бизнес, оформлять свой личный блог, аккаунт и также рекламу. Так как Владлену увлекает театральное искусство, она планирует открыть курсы по ораторству. Всегда нравилось наблюдать за игрой актеров в театре, также и кино, но театр меня привлекал с детства всегда намного больше. И плюс в моем окружении были люди постарше, даже родственники, которые увлекаются этим. И с детства у меня был пример перед глазами, можно сказать. По окончанию курсов участницы получат сертификаты дальнейшей информационную, а также финансовую поддержку для продвижения собственного бизнеса. После обучения, кроме сертификата и очень полезных знаний, они получают дополнительную возможность. Буквально она в течение нескольких дней будет активно продвигаться. Это субгрантинг. То есть женщина, которая прошла обучение, она может подать заявку в этот проект, потому что она прошла обучение, мы хотим ее как-то поддержать. По Молдове будет профинансировано 30 грантов. То есть 30 женщин получат по 20 тысяч рублей на свои идеи. Из-за эпидемиологической ситуации курсы проходили в онлайн-формате. Однако в дальнейшем обучение будет проходить в стенах молодежного центра. Курсы продлятся еще один месяц. Обучение проводится в рамках проекта Women's Digital Center при финансовой поддержке Orange Moldova, USID и правительства Швеции в рамках проекта Techville. Татьяна Казаку, Сергей Георгиев, Евгений Мельник. Новости ГРТ. Субтитры создавал DimaTorzok